День народного единства Праздник в киноконцертном зале В мире с четвероногими соседями Гость студии Алексей Павлов Сюжеты об этих и других событиях смотрите далее в нашем выпуске 4 ноября мы отмечали праздник День народного единства Праздник молодой, но с довольно древней историей Опустились туманы на лугах заливных И ушли басурманы, будто не было их Ну а Ванька остался, как остался народ И душа Ваньки-встаньки в каждом русском живет Мы народ Ванек-встанек Нас не бог уберег Нас давили, пластали столько разных сапог Они знали, мы, Ваньки, нас хотели покласть А о том, что мы встаньки, забывали платясь Мы народ Ванек-встанек Мы встаем так всерьез Мы от бед не устанем Не поляжем от слез И смеется Не вмятый Не затоптанный в грязь Мужичок Хитроватый Чуть покачиваясь Для тех приозерцев, кто пришел 4 ноября в киноконцертный зал Прекрасным подарком к празднику стал концерт народного коллектива эстрадной песни «Приозерочка» Чужая, чужая накопка, что мне варка, ты забьям У меня любовь, как волка, не под пару океан Жду любви и веро-молвы А такой большой, такой огромный Как сияет солнце океан Песни о любви, надежде, верности Все они, как всегда, покоряли сердца зрителей, встречавших каждое выступление бурными аплодисментами Не зови печаль А кто услышит Не зови разнувку Не зови Растаются, растаются по причине Остаются по любви Концерт «Приозерочки» стал наглядным доказательством тому, что хорошая песня всегда найдет именно те струны в душе каждого, которые будут звучать ей в унисон, невзирая на возраст и социальный статус, объединяя все в единое целое. Мы дарим вам сердца свои, приметили друзья Пусть небо растет цвет любви, стрелку любой земля Новости города и района Полезная и интересная информация Детская страничка и страничка для молодежи Телепрограмма и полезные советы на 24 полосах Все это новый независимый районный еженедельник «Приозерские ведомости» Купить газету можно в торговых точках города и района и киосках «Невоблпечать» Или оформить на «Приозерские ведомости» подписку Покупайте, читайте и вы не будете разочарованы Газета «Приозерские ведомости» Газета о вас и для вас 10 ноября в России будут отмечать еще один очень молодой праздник Но тоже с довольно долгой историей День работников Министерства внутренних дел Который до недавнего времени мы праздновали как День милиции Добрый день, Сергей Владимирович Здравствуйте Накануне празднования Дня работников МВД Мы решили встретиться с руководством «Приозерского отдела» Чтобы обсудить те вопросы, которые поступили Как в студию «Приозерского телевидения» Так и в редакцию газеты «Приозерские ведомости» Скажите, пожалуйста, вот более полугода охрану правопорядка Осуществляет уже полиция, а не милиция А что изменилось, кроме названия? Качественно, количественно? Как отразилась реформа на личном составе? Ну, скажем так, что до конца еще не изменилось А находится в стадии изменения Наша организация стала более открытой Уходим потихоньку от палочной системы Так называемой оценки деятельности органов внутренних дел Создан при отделе МВД общественный совет Который будет осуществлять и контролировать От имени общества, можно так сказать, деятельность Органов внутренних дел и нашу организацию А кто входит в этот общественный совет? В общественный совет входят граждане Приозерского района Там есть представители от бизнеса От, так скажем, различных слоев населения А вот сколько человек у вас не прошло переаттестацию в полицию? Переаттестацию у нас не прошло 17 человек Всего было сокращено порядка 60 должностей 17 человек не прошли аттестацию Остальные сотрудники где-то были вакантные должности сокращены Кто-то перевелся, либо уволился по собственным желаниям То есть у вас получается, что количество сотрудников штата Довольно сильно сократился? Да, да И как же хватает сил на то, чтобы нести в службу охранить правопорядок? Значит, службу несем также в штатном режиме Конечно, нагрузка на сотрудников сильно увеличилась Ну и приходится сотрудникам где-то менять внутреннюю психологию Появилась большая ответственность у сотрудников Также планируется привлекать общественные формирования Для помощи и содействия в охране общественного порядка То есть, как раньше говорили, добровольная народная дружина ДНД Да, да Добровольная народная дружина, которая сейчас будет, планируется создать почти в каждом поселении И совместно с ними осуществлять охрану общественного порядка Ну вот я, насколько знаю, ее должны были создать еще два года назад Почему же так тормозить со создания ДНД? Уже реформа МВД прошла, а ДНД есть только в трех поселениях Был издан областной закон о создании добровольных народных дружин В котором ответственность за их действия и функционирование возложена на органы местного самоуправления В данный момент мы проводим консультации И я думаю, в ближайшее время данный проект заработает А вот скажите, город патрулирует всего один экипаж ППС Который физически не может успеть во все точки Вокзал, завод Город хоть у нас и небольшой, но территория все-таки приличная Вот как вы можете решить эту проблему? У нас не один наряд патрулирует, а один наряд патрульно-постовой службы Также еще согласно системе единой дислокации у нас задействован наряд ГИБДД-1 И наряд группы задержания отдела вневестной охраны Конечно, этих сил тоже самое недостаточно Но в данный момент также решается вопрос Правительством Ленинградской области выделены средства для приобретения и монтажа На территории города Приозерска системы безопасный город Это система видеокамер, которая будет выводиться в дежурную часть И на которую мы возлагаем большие надежды И это будет большим подспорьем в охране общественного порядка Ну вот она как бы об этом безопасном городе говорится уже тоже Наверное, два года камеры наши жители видят, висят И на домах, и на перекрестках Те камеры, которые находились до этого в городе Приозерске Они были очень низкого качества и небольшого разрешения Поэтому эффекта от них было не так уж много Не хватало средств на установление действительно эффективной программы Безопасный город Деньги были выделены Сейчас прошли все конкурсные процедуры И я думаю, что в ноябре месяце возможно уже даже начнется закупка и монтаж данных камер Они высокого разрешения И будут выводиться на пульт дежурного по ОВД Который будет незамедлительно реагировать Получая картинку в режиме онлайн Но это город, а район? Район пока планируем совместно с общественными объединениями Добровольно-народными дружинами Пока другого выхода у нас нет Небольшим бы выходом, наверное, служили бы участковые Но, насколько я знаю, у вас один участковый порой на два-три поселения Вот как решить эту проблему? Это же тоже мало У нас, в принципе, согласно штатной численности, которая была у нас установлена указом президента еще от 1993 года Один участковый должен быть на 3-3,5 тысячи населения Либо один участковый на одно сельское поселение Естественно, у нас таких штатов нет и не хватает участковых Поэтому один участковый примерно на два поселения Где-то есть один участковый на одно поселение Но это же неэффективно Это неэффективно, но численность также органов внутренних дел определена указом президента Поэтому мы даем предложение по ведению должностей, но пока ответа нет То есть эта проблема насущная и она пока неразрешима? Насущная и пока неразрешима Насколько я знаю, у прокуратуры возникали вопросы по содержанию задержанных в ВВС Как-то этот вопрос решен был? Да, там у нас возникали такие вопросы Основные три проблемы, которые были в изоляторе временного содержания Подозреваемых, обвиняемых Что у них не было постельного белья, матрасов, подушек Не было горячего питания, трехразового горячего питания И не осуществлялись прогулки в установленное время Две проблемы на сегодняшний день сняты То есть организовано у них трехразовое горячее питание в изоляторе И обеспечены все подозреваемые, обвиняемые постельными принадлежностями На оборудование прогулочного дворика необходимы дополнительные средства Написаны письма также в Главное управление внутренних дел При выделении этих средств прогулочный дворик будет переоборудован И будем проводить также прогулки И также здесь еще вопрос у нас стоит в нехватке личного состава То есть чтобы осуществлять прогулки должен дополнительно сотрудник выделяться Выводной, который будет осуществлять эти мероприятия и контролировать их Ну вот мы как бы в течение всего интервью говорим о том Что нехватка личного состава там, нехватка личного состава там Все штатные должности вообще заняты в полиции? Нет, не все штатные должности заняты На некомплект на сегодняшний день составляет примерно 4% Я в органах внутренних дел в Приозерске служу с 99-го года И вот на протяжении всей службы у нас всегда возникали проблемы с кадровым составом Может быть геополитически наш район так расположен Может быть еще какие-то причины есть Но нехватка кадров у нас постоянно имеется Приглашаем сотрудников в последнее время из города Санкт-Петербурга По неизвестной причине граждане, жители Приозерского района Очень неохотно служить в органы Некоторые, кто желают служить Бывает, что не проходят медицинскую комиссию Либо не готовы по морально-деловым качествам проходить службу в полиции А вот эта нехватка личного состава Каким-то образом отражается на криминогенной обстановке? Как мы смотримся на фоне области? И вообще улучшилось, уменьшилось оно количество преступлений Раскрытых, нераскрытых по сравнению с прошлыми годами? В принципе у нас криминогенная обстановка По сравнению с прошлым годом есть определенные изменения Но незначительные По некоторым направлениям у нас есть положительные результаты По некоторым направлениям деятельности есть минус Но это незначительные отставания Либо незначительные плюсы Которые в целом на криминогенную обстановку не влияют Сергей Владимирович, а вот на фоне области как мы выглядим? Мы где-то занимаем 13-14 позицию Из 19 районов Ленинградской области Сергей Владимирович, вот такой еще вопрос В городе в последнее время участились случаи вандализма Конечно, они были всегда То есть люди не берегут то, что делается для них Тем не менее, можете ли вы привести примеры Когда вандала вычислили, задержали и наказали? Да, есть у нас положительные примеры В большинстве случаев, конечно, определить, кто этим занимается, очень сложно Я вот еще раз повторюсь Возможно, система безопасный город нам будет служить хорошим подспорьем в этом отношении Но могу привести пару положительного примера по данной тематике 6 октября гражданин Приозерска сообщил дежурную часть, что на пересечении улиц Суворова и Чапаева граждане ломают остановку Наряд ГЗ АВО выехал на место происшествия Был задержан гражданин, житель города Приозерска Ранее не привлекающийся к уголовной, не к административной ответственности На него, значит, был составлен административный протокол за мелкое хулиганство И обещал возместить ущерб городскому поселению данный гражданин, не доводя дело до суда Такой же пример у нас был 1 ноября Точно так же житель города Приозерска сообщил, что граждане ломают остановку около магазинчика Магазина выехал наряд Были задержаны двое жителей города Приозерска, ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности Находились в состоянии алкогольного опьянения Также был составлен на них протокол за нахождение в пьяном виде в общественном месте и за мелкое хулиганство На данный момент материал еще находится на проверке участкового И после установленного законом сроки будет вынесено решение, процессуальное решение по данному факту То есть получается, что только при взаимодействии населения и полиции вандализм каким-то образом можно снизить То есть чем меньше будет равнодушно взирающих граждан и будет звонков к вам в дежурную часть Тем быстрее вы сможете реагировать Я вот и хочу отметить данные два факта Они были выявлены и были наказаны злодеи, которые при помощи жителей города Приозерска Неравнодушных жителей, которые своевременно сообщили И мы своевременно отреагировали, и этот вопрос был решен Есть такой частный вопрос, нам поступил в редакцию, что в августе у жительницы города Приозерска В 26-м магазине украли кошелек, она написала заявление Там ведется видеонаблюдение, она попросила показать ей видеосъемку, чтобы она, может быть, смогла бы узнать себя, преступника Но ей было отказано, правомерный был этот отказ и почему? Да, этот факт имел место В следственном отделе приема МВД заведено уголовное дело И согласно Уголовно-процессуального кодекса Если следователь признал, что все доказательства собраны по материалу, вещественные доказательства, улик, свидетельских показаний достаточно После этого потерпевший имеет право ознакомиться с материалами дела, в том числе и с видеозаписью На данный момент дело еще до конца не расследовано находится, на стадии расследования После того, как это расследование завершится, перед уже составлением обвинительного акта По желанию потерпевшего, значит, она сможет ознакомиться с материалами дела, в том числе с этой видеозаписью На данный момент пока нам законодательство не разрешает. То есть действия сотрудников были правомерны? Да, действия сотрудников в этом плане правомерны. Вот еще один такой частный вопрос. В октябре месяце весь город буквально гудел, весь интернет разрывался сообщениями очень противоречивыми о происшествии на берегу Ладоги, вот между Моторным и Приладогой. Мы писали об этом и газеты «Приозерские ведомости», выдавали комментарии тоже небольшие. Так что же все-таки там произошло? Я в двух словах поясню. Жители Приозерского района и жители города Санкт-Петербурга возникли внезапно неприязненные отношения и получился у них конфликт, в ходе которых обе стороны друг друга нанесли телесные повреждения. Значит, одна сторона высказывалась, что ей поступают угрозы убийством, другая сторона – это жители Санкт-Петербурга, что им нанесли побои. Значит, при медицинском освидетельстве были признаны, что женщины из Санкт-Петербурга были нанесены легкий вред здоровью. Это статьи частного обвинения и возбуждаются не иначе, как по заявлению гражданина в мировом суде. Данный материал был отработан и направлен в мировой суд для принятия решения. То есть, кто прав, кто виноват, будет уже решать суд? Совершенно верно. Такой еще следующий вопрос. Он, конечно, может быть, не относится к компетенции МВД, но, тем не менее, он у нас поступил. Я его озвучу, что сегодня, по идее, на улицах города не должно остаться бомбил таксистов-частников и не получивших лицензию такси. Но, как и прежде, они работают, причем далеко не всегда на исправном автотранспорте. Некоторые автомобили такси просто страшно садятся. И ГИБДД, Ваш отдел, каким-то образом реагирует на это? Естественно, мы реагируем на факты неисправной эксплуатации автотранспорта. Машины ГИБДД также на общих основаниях останавливаются сотрудниками, проверяются. Если выявляются какие-либо неисправности, составляются административные протоколы. Что касается закона о такси нового, то административная ответственность по данному направлению будет только с 1 января 2012 года. Поэтому сотрудники ГИБДД за неправомерное использование и предоставление услуг такси сможет административно на них воздействовать только после Нового года. Очень много жалоб поступает на водителей большегрузов, которые оставляют свои автомобили на обочинах дорог, во дворах, при домовых территориях. Причем иногда оставленные машины буквально могут послужить причиной ДТП, так как они ставятся гораздо меньше расстояния, чем 5 метров от перекрестка. Пример, это вот машина около стройплощадки возле Сбербанков. Стоит постоянно большегруз. По утрам они их заводят. Это чат, гарь, грохот. Что можно сделать с такими водителями? И проводится какая-то работа или нет? Потому что это проблема ни одного дня, ни одного года. Да, работа проводится, но эта работа у нас должна проводиться и проводится в принципе совместно с органами местного самоуправления. На сегодняшний день отсутствует система единой дислокации дорожных знаков в городе Приозерске. Я думаю, в ближайшее время данная дислокация будет разработана, будет утверждена. Согласно которой будут расставлены знаки, в том числе запрещающие на определенных участках парковку большегрузов. На сегодняшний момент, пока, если нет знака запрещающего остановку, то большегрузный транспорт имеет право также парковаться на общих основаниях и как и легковой. Если имеются нарушения и выявлены эти нарушения, сотрудники ГИБДД составляют административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Похоже, очень довольна вопрос, только уже не большегрузы, а наши любимые подснежники. Сейчас пока лето, пока осень, они никому не мешают. Тихо, мирно стоят, ржавеют во дворах, на обочинах. Один год, второй, третий. Начинается зима, снежные заносы. Подснежники превращаются в большие снежные горки. Мешают и расчистке дворов, и проезду. И просто эстетически даже портят наш город. Вот ваше ведомство каким-то образом может повлиять на эту ситуацию? Я бы, наверное, тоже этот вопрос переадресовал бы органам местного самоуправления. Почему? Потому что сотрудники ГИБДД имеют право и могут повлиять только если данный автотранспорт нарушил правила дорожного движения. Если нарушены правила парковки, здесь владелец подлежит административному наказанию. Если машина не эксплуатируется, но стоит наряду с остальными машинами на дворовой территории и припаркована без нарушений, здесь мы уже бессильно что-либо сделаем. И вот тоже вопрос о парковках во дворах нам задали по телефону. Зачастую, особенно опять же с наступлением зимнего периода, начинают возникать конфликтные ситуации между владельцами автомобилей за право парковки во дворе. То есть кто-то встал на чье-то место, кто-то не почистил, кто-то кого-то заблокировал. Вот в данной ситуации кого вызывать? Работника ГИБДД, участкового, ППС? Я вам так отвечу на этот вопрос. Законодательно у нас не определено чье-то место около жилого дома. Никаким образом не определено. Поэтому кто поставил, кто успел первую поставить машину, тот и поставил. Если данная ситуация доходит до рукоприкладства, здесь необходимо сообщать в дежурную часть. И на место прибудет либо участковый инспектор, либо наряд патрульной послойной службы. К ведению ГИБДД данный вопрос никаким образом не имеет отношения. То есть машина не едет, она стоит, она не участник дорожного движения? Да, да. Если будут нарушены правила парковки, правила дорожного движения, либо будет совершено какое-то ДТП в дворовой территории, здесь это компетенция сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Вот такой вопрос. Он поднимался на пресс-конференции ровно год назад, что будет поставлено заграждение вдоль улицы Красноармейской, где у нас скоростная трасса. Ну, как-то ограждение год прошел, мы не наблюдаем. Этот вопрос будет решен? Он до сих пор, на таком длительном промежутке времени, до сих пор еще решается. Почему? Потому что у нас есть областная программа безопасности дорожного движения. Мы в эту программу вошли, направлены определенные предложения, и как только поступят средства из областной программы на установление данных заграждений, естественно, этот вопрос будет решен. А вот согласно этой программе количество светофоров в городе не планируется увеличить? У нас есть же очень аварийные перекрестки. Тот же Маяковского Красноармейская, сложный перекресток, аварии постоянно. В прошлом году там погиб человек, водитель. Второй перекресток Гоголя-Чапаева. Тот же веселый перекресток, машины бьются постоянно. В ближайшее время увеличение светофоров в городе Приозерске не планируется. Но хочу вам сказать, что у нас даже на регулируемой перекрестке со светофорами происходит не меньше аварий. Это зависит уже от подготовленности водителей и от соблюдения ими правил дорожного движения. Независимо от того, имеется светофор, либо его нет. Если водители будут соблюдать правила дорожного движения, естественно, мы избежим такое количество дорожно-транспортных происшествий и травматизма жителей Приозерска и Приозерского района. И вот еще очень интересный вопрос поступил, что почему сотрудники полиции порой выглядят не по форме. То есть мятые в расстегнутых кителях, расстегнутых рубашках, с торчащимися из-за ворота украшениями, в дембельских так называемых шапках на затылке. И что порой бывает, глядя на них, стыдно за свою родную полицию. Вот в той же Европе, посмотришь, полицейские чистенькие, подтянутые, в перчаточках, даже в жару они служат примером такого опрятности. А наши полиционеры иногда своим внешним видом вызывают только негатив. Вот, наверное, исключением могут служить сотрудники ГИБДД. Те всегда подтянутые. Я немножко поправлю. Они не по форме, они с нарушением формы одежды находятся на маршруте патрулирования. И честно сказать, что и мне стыдно за таких сотрудников, которые нарушают форму одежды и в таком виде появляются в общественных местах. Значит, в настоящий момент мы и до этого этот вопрос, так скажем, не оставляли без внимания. И в настоящий момент и будем это делать. Значит, на инструктажах утром перед заступлением на службу командир подразделения проводит такой мини-развод, проверяет наличие формы одежды, инструктирует о порядке поведения сотрудников на маршруте патрулирования, ну и, естественно, осуществляет потом контроль. Те сотрудники, которые выявляются вот в таком виде с нарушением формы одежды, они привлекаются либо к дисциплинарной ответственности, либо у нас еще есть кодекс профессиональной этики и поведения сотрудников органов. Согласно этого кодекса, у нас есть определенные то же самое меры реагирования на них. Но хочу вам сказать, что таких сотрудников стало намного меньше. И если такие факты нами выявляются, естественно, они без внимания не остаются. Большое спасибо, Сергей Владимирович, за довольно обстоятельное интервью. Вы ответили практически на все вопросы, которые поступили в нашу редакцию. Хочется от имени телезрителей поздравить ваш и весь личный состав ОМВД по Прязевскому району с наступающим праздником и пожелать вам удачи в вашем нелегком, но таком нужном всем нам труде. Спасибо за поздравление. Хочу добавить, что я уже говорил, наша организация более открыта стала в последнее время, поэтому мы готовы к такому виду сотрудничества. Если такие вопросы будут в дальнейшем поступать, мы готовы в эфире телерадиокомпании, либо в прессе давать разъяснения, ответы и в таком формате общаться с жителями и гражданами города Прязевска. Еще раз спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо за все. Субтитры создавал DimaTorzok Карнавал с 9 до 19 часов. Приходите и убедитесь, у нас действительно более тысячи изделий. Мы часто сетуем на то, что по улицам города рыскает множество безнадзорных животных. Бьем в колокола, если вдруг кого-то, не дай бог, покусают. Обсуждаем методы борьбы с четвероногими соседями по городу. Но так ли виноваты животные? Может быть проблема в людях? Ведь большая часть безнадзорных собак и кошек на деле имеет законных хозяев. Сегодня гость нашей студии, руководитель районной ветеринарной службы Павлов Алексей Валерьевич. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Могли бы Вы напомнить нашим телезрителям правила содержания домашних питомцев, а также правила выгула собак на территории города? Прежде всего, собака должна выгуливаться на поводке с намордником. Для собак крупных и бойцовых пород должны быть специально отведены места для выгула. Ни в коем случае собаки не должны выгуливаться в общественных местах, на детских площадках, вблизи детских учреждений. По поводу содержания собак, ну, прежде всего, на сегодняшний день по законодательству Ленинградской области, по законодательству России, значит, регистрация собак в органах власти и в ветеринарных органах является добровольной. Но все-таки, как главный госветинспектор района, я советую свою собаку всегда регистрировать, чтобы не возникало сложностей с перевозками собак, в том числе и за границей Российской Федерации. Значит, стоимость регистрации на сегодняшний день, это стоимость паспорта на собаку, по-моему, 100 рублей всего. Мы выписываем паспорт на собаку, где вносим все данные о вакцинациях, значит, в том числе и по бешенству. Вакцинация против бешенства может выполняться только государственной ветеринарной службой. Кроме того, наша организация на сегодняшний день оказывает услуги по чипированию животных, скажем, для выезда в страны Евросоюза чипирование животных необходимо. И по чипированию, да, по чипу, по номеру чипа, вернее, значит, можно сказать, кто владелец этой собаки, какие вакцинации сделаны собаке. Ну, и, в общем-то, все-все об этом животном. Даже в случае, если это животное теряется и кто-то находит, мы можем оперативно, скажем так, отреагировать на эти моменты. А где размещается этот микрочип? Чип размещается под кожей, чаще всего в области холки или в области лопатки. Есть сканер для его считывания, поэтому проблем нет. Вот эта операция довольно-таки безболезненная. При этом собака на всю жизнь, скажем так, имеет электронный датчик, который расскажет о ней все. Что делать, если животному стало плохо в вечернее время или в выходные дни? Есть ли какой-то дежурный ветеринарный инспектор? Ветеринарный врач, значит, у нас есть ведущий ветеринарный врач по амбулаторным приемам мелких домашних животных, значит, Афоня Наталья Владимировна. Естественно, круглосуточно сидеть и ждать, да, на ветеринарной станции, когда случится беда, прежде всего мы себе не можем позволить, да. Но в экстренных случаях она никому на моей памяти не отказывала и всегда выезжает, будь то оперативное вмешательство на место, да, или собаку доставляют на ветстанцию, какие-то сложные случаи она всегда делает. Значит, телефон у нее мобильный, значит, можете звонить, если что-то экстренное и не терпит отлагательства там до окончания выходного дня или до утра, поэтому можете выходить. Значит, телефончик мобильный, да, мобильный телефон для звонка ветеринарного врача плюс семь девятьсот двадцать один, пятьсот семьдесят пять девятнадцать двадцать восемь. Наталья Владимировна, врачи обращайтесь, постараемся оказать помощь. Спасибо вам большое за информацию, до свидания. До свидания. Новости города и района, полезная и интересная информация, детская страничка и страничка для молодежи, телепрограмма и полезные советы на двадцати четырех полосах. Все это новый независимый районный еженедельник Приозерские ведомости. Купить газету можно в торговых точках города и района и киосках, не в облпечать или оформить на Приозерские ведомости подписку. Покупайте, читайте и вы не будете разочарованы. Газета Приозерские ведомости. Газета о вас и для вас. Пресс-служба поисково-спасательного отряда города Приозерска сообщает. С 31 октября по 6 ноября 2011 года сотрудниками производилось пять выездов. 2 ноября в поселке Соловьево в реке Бурная перевернулась лодка с тремя мужчинами, уроженцы республики Молдавии. Двое успешно добрались до берега. Один мужчина 1989 года рождения пропал без вести. Ведутся поиски. В тот же день на Ладожском озере в районе поселка Снедково пропал мужчина 1948 года рождения. По данным родственников, он уехал на рыбалку на резиновой лодке. Сотрудниками поисково-спасательного отряда проводились водолазные работы, обследование береговой линии и акватории Ладожского озера. Рыбак обнаружен не был. Поисковые работы продолжаются. 3 ноября на пересечении улиц Ленина и Красноармейская произошло ДТП с участием автомобиля «Москвич» и мотороллера. Все участники дорожно-транспортного происшествия отделались легким испугом. Вечером этого же дня женщина не могла попасть в свою квартиру самостоятельно. Сотрудники поисково-спасательного отряда произвели вскрытие дверей с помощью бензоинструмента. 5 ноября на озере Красном в поселке Красноозерное пропал мужчина 1977 года рождения, который рыбачил на лодке. В ходе поисковых работ была обнаружена сначала лодка, а через несколько часов и тело мужчины, который скончался по предварительной версии от сердечного приступа. Уважаемые граждане, за свою жизнь в ответе только мы сами. Научитесь беречь себя, умейте рассчитывать свои силы, возможности и свое здоровье. Внимание! Грандиозная выставка продажа от известных мехов Севера. Обновленная коллекция шуб, дубленок, головных уборов, скидки, выгодный кредит. Ждем вас 15 и 16 ноября в культурном центре «Карнавал» с 9 до 19 часов. Приходите и убедитесь, у нас действительно более тысячи изделий. Приозерская телерадиокомпания оказывает услуги по профессиональной видеосъемке на специализированном оборудовании, свадебных торжеств, юбилеев, корпоративных вечеров и детских праздников. Высокое качество, низкие цены. Телефон 37650. На этом наш выпуск завершен. Более подробно о событиях в городе и районе читайте на страницах газеты «Приозерские ведомости». А с вами была Светлана Ковальногова. До новых встреч! Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова